Шериф может быть государственным назначенцем, как в Англии, но американский шериф это должностное лицо, которое в большинстве случаев избирается населением округа на определенный срок, обычно от 2 до 6 лет, и вместе со своими помощниками, которых он же назначает, отвечает за соблюдение закона на подконтрольной ему территории. Также шерифы финансируются за счет этой территории, где они обязаны охранять порядок. Плюс в том, что вы можете выбрать себе главного полицейского в городе. Минус в том, что вам придется за это платить. Хотя вы и так платите в бюджет налоги, и эти деньги идут на зарплату полиции. Зато, когда вы будете платить избранному шерифу, вы сможете требовать, куда именно он потратил деньги. Раньше шерифом мог стать почти каждый. Теперь, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в шерифы в США, надо отслужить в полиции 15 лет. Но узнать, как будут работать местные шерифы, не получилось, поскольку МВД организовала онлайн-брифинг без вопросов. Поэтому, как говорится, за что купили, за то и продаем. Нами также планируется изучение модели шерифов, как уже было ранее сказано, распространенные в США, Великобритании и в Канаде. Здесь нам готово оказать содействие посольства США. По поводу внедрения принципа полиции в шаговой доступности, здесь речь не идет о том, что вся полиция должна сейчас выйти на улицы. Суть этого принципа заключается в том, что полиция появляется именно там, когда необходимо. Планируется установка модульных круглосуточных постов. Также на онлайн-брифинге сообщили, что в Казахстане уже идет процесс перехода полиции в сервисную службу. Как говорят критики, существующая в настоящее время служба МВД громоздка и неэффективна. Республика находится на одном из первых мест в мире по количеству полицейских на душу населения. 344 стража порядка на 100 тысяч граждан. Больше только в России. В МВД насчитывается 165 тысяч сотрудников. Тем не менее, качество работы полицейских часто не устраивает граждан. Больше всего нареканий граждан Казахстана вызывает коррупция в рядах полиции и неуклюжая заторможенная служба 102. Не слишком ли велики траты на эти структуры, особенно с учетом качества их работы, спрашивают общественники. Полицейский чиновник не стал рассказывать детали. Единственное, что он отметил, так это то, что полиция будет не карательной, а сервисной. Бауржанший Ахмед, Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.